По медицинским нормам ученики младшей школы на выполнение домашнего задания должны затрачивать не больше часа полутора. Мы решили проверить, возможно ли выполнить домашку за это время и провели небольшой эксперимент. Две девочки-третьеклассницы, Аня и Надя, пришли в нашу студию с учебниками и тетрадями и выполнили заданные на дом упражнения онлайн. Первое задание – письменное. Аня выполняет упражнения по белорусскому языку, Надя готовит домашнее задание по русскому. Редактор субтитров А.Семкин Задание номер два. Аня осваивает теорию по предмету «человек и мир», Надя учит английский язык. У меня было задание посчитать по-английски до десяти. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. У меня было задание пересказать текст про горизонт. Представь, что ты стоишь на какой-нибудь открытой местности, например, на море или в поле. Все, что ты видишь вокруг себя, называется горизонт. Линия горизонта – это такая воображаемая линия, в которой небо сходится с землей. Горизонт по-агрихски означает «ограничивая». Далее идет литература. Наде нужно прочитать одно стихотворение по русской литературе и выучить наизусть купальскую песню. Девочка выучила две. Аня учит наизусть стихотворение по белорусской литературе. Купальская. Ой, купаленька, ночка маленькая, не спала, золотые ключи брала. Зарю размыкала, рассу отпускала. Краса медовая, трава шелковая. Месяц увидал, ни слова не сказала. Солнце увидала, ключи подобрала. Восень моя восень. Восень моя восень, восень студеная. Чего-то так рано похолодало. Я и не раненько, я и не поздненько, коли моя пора пришла. Листочек опал, я мельку слал. Восемая пора пришла. Ручки стали, позамязали. Восьмая и другая пора. Два предмета девочки сделали дома. Аня выучила английские притяжательные местоимения и попрактиковала составление предложений с ними. На это у девочки ушло 10 минут. Надя выполнила задание по математике за 8 минут. Сегодня девчонки справились с домашним заданием в среднем за 35 минут. Рекомендованные нормативы уложились с лихвой. Заметим, что им были созданы практически идеальные условия. Не было отвлекающих факторов типа компьютера и работающего телевизора. Никто не звал их гулять на улицу. Девочки не отвлекались и помогали друг другу освоить материал. Если дети будут заниматься в таких условиях, то безусловно подготовка к урокам будет проходить проще, быстрее и безболезненно для детского организма.